И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушать, и это великолепная сборочка с модом Грейт. Как бы это ни было странно, с прошлой записи я ничего кардинального не делал. А всё потому, что в прошлой записи мы с вами, я напомню, что завершили главу номер один. И для продвижения дальше нужно строить, как ни странно, механизмы из главы 2, из новой эры, а именно из эры латуни. Я захожу в квест «Манящая целесообразность», и здесь просто куча, уйма всего того, что просто здесь вот взрывающий мозг происходит. Здесь все квесты, которые происходят, то есть временный песок, водоснабжение, железо на века, все эти квесты, как ни странно, требуют от нас только одной вещи — механических крафтеров. А механические крафтеры требуют для себя латунных машин, которые крафтятся, как ни странно, из вот таких вот сложных квестов, из вот таких вот сложных крафтов, которые требуют от себя электронных ламп, которые крафтятся очень сложно. И я так понимаю, мы не сможем с вами продвинуться дальше, пока не сделаем этот самый хотя бы полуавтоматический крафт, как, допустим, нам пишут вот в этом квесте и предлагают как раз сделать полуавтоматическую схему по собранию этой самой латуни. Но давайте тогда потихонечку двигаться в этом направлении, нам потребуется тогда для начала три механические сборщика. Автономный активатор я скрафтил, теперь мне также необходимо будут вот эти вот самые механизмы в точность. Для них, как ни странно, понадобятся электронные лампы, которые, как мне известно, делаются с помощью дозатора и еще чего-то. Дозатор может заполнять предметы, которые находятся под ним. Хорошо, нам нужно каким-то чудным образом сделать так, чтобы в дозатор попадало расплавленное железо, оно заливалось в полированный кварц и мы получали как раз электронные лампы. Давайте, предлагаю, начать именно с полированного кварца. И здесь нам предлагают сделать полировку наждачной бумагой, что, простите? Ну, допустим, это песок просто и бумага. Так, обычный розовый кварц это просто кварц плюс редстоун, этого тоже у нас знавало. Я вот по-любому что-то делаю не так, а вы просто сидите на это смотрите и говорите, какой же он особенный. А, вот так вот, да? Прикольно. Необычно, просто беру, зажимаю правую кнопку мыши и это все трется. Теперь мне по-любому нужно будет дозатор скрафтить. Диплом мне также понадобится и сам дозатор крафтится, по-моему, из вот этой вот медной машины, которую мы крафтили, чтобы завершить там какую-то главу. Дозаторы мы успешно получаем. И теперь пойдемте разбираться, как именно мне запихнуть расплавленное железо вот в него. Единственный мне вариант, который в голову приходит, с помощью вот этой вот плавильни сделать это таким образом, что я здесь делаю расплавленное железо, потом я помещаю его в ведро, вот здесь вот, и ведро уже запихиваю в дозатор. Но, по-любому, это неправильный способ. И должен быть способ как-то полегче, наверное. И я, возможно, ребят, поспешил, решив все это так безобразие делать. Потому что я вот здесь вот наблюдаю второй слой покрытия расплавленного железа на кристалл. Да, то есть по квестам нам нужно будет в любом случае эти самые механизмы делать, и нас в любом случае подведут рано или поздно к вот этой вот системе. Значит то, что мы должны просто доверять квестам и не спешить. Но тогда у меня остается еще большие вопросы, как нам сделать временный песок, извините меня, для изготовления семян истинного кварца. Если тут прям прямым текстом нам говорят сделать механические крафтеры. Возможно придется пока что заменять это все просто большим слоем песка, который мы с вами будем добывать вручную. Просто тогда двигаемся по системе квестов. Первый квест я предлагаю сделать, это вот это бесконечное измельчение небесного камня. Как там говорится, просто нам нужно найти метеорит и накопать побольше этого самого небесного камня, и уже что-то потом делать с накапанным этим самым камнем. За мои похождения долгие в мире я находил по-моему всего два метеорита. Вот как минимум один из них, вот второй, еще вот метеорит, и по-моему это все. Ну побежали тогда к ближайшему из нас, это вот здесь он находится. И будем накапывать все необходимое. Это уже получается у нас сначала Applied Energetic, и скоро мы с вами сможем, надеюсь на это, создать ME-сеть. Хотя в принципе я проблем по снабжению с ресурсами и сундуками не испытываю. А вот и кратер от нашего метеорита. Если я все правильно понимаю, то вот здесь вот везде находится как раз таки небесный камень, который без проблем сейчас мы будем добывать. Не знаю, добуду сколько здесь есть. Как раз пока я буду здесь все это безобразие добывать, в сердцевине где-то я найду здесь сундучок, который есть в обязательном порядке в каждом метеорите. И в нем находится всего одна вычислительная пластина, к сожалению. Хотя, как бы их мы можем крафтить, с помощью инвара и любых пластин мы можем с вами получать металлолом, из которого мы сможем делать прессы для любых пластин. Это неплохо, я вам скажу. Ну вот мы и дома. Успешно я добрался. Я считаю то, что приличное количество у меня получилось добыть небесного камня. По крайней мере на какое-то количество времени мне этого, надеюсь, хватит. Теперь давайте возьмем всего лишь пару стаков. И если верить квестам, то его необходимо нам передробить. Единственный вариант, где можно передробить у нас сейчас, это жернов. Давай, хотя бы штучку мне выдай, пожалуйста, сейчас. Ага, вот она, пыли небесного камня и сам небесный камень. Я трачу небесный камень на то, чтобы получить небесный камень. Мне нравится эта схема, зачем я тогда добывал целый метеорит, непонятно. Ну да ладно. Тем самым квест мы вот этот вот получаем, выполнили. Следующий квест, который я хочу выполнить, это водоснабжение. Здесь нам говорится то, что нам потребуется большое количество воды. Для того, чтобы брать воду из источников, нам потребуются механические насосы и сеть трубопроводов. Но насосов я не наблюдаю. Возможно, возможно, я что-то делаю не так и я что-то неправильно понял. Я походу разобрался, как все это безобразие работает. Но, конечно же, мне нужно сначала все проверить, точно ли я все правильно понял. Для начала, мне нужно передать сюда и создать крутящийся момент. Для этого я планирую использовать обычный вентилятор. Крутящийся момент здесь теперь есть. Я думаю, пока такой скорости нам хватит. Если что, потом в любой момент можно это все безобразие ускорить. И нам потребуется шкив со шлангом. Я надеюсь, что это правильная вещь. Я надеюсь, что именно она нам нужна. Пока он не имеет выхода к воде, он, надеюсь, ничего не будет нам добывать. И просто хочу попробовать, будет ли это все помещаться автоматически в жидкостный бак, который я тоже здесь крафтил. Теперь я убираю здесь блок. И смотрим. Он что-то пошел высасывать. Это хорошо. Уперся. И ничего не происходит, да? Я понял. Я использую эту штуку неправильно. Нам, конечно, понадобится здесь кинетический момент. Но немножко не в таком виде, как я представлял это все себе. С помощью кинетического момента, поданного сюда, он будет регулировать высоту и длину вот этого шланга. Это не совсем то, что нам нужно, конечно, но как бы тоже неплохо. Нам же нужно с нашей стороны здесь регулировать именно скорость вращения и выкачки отсюда жидкости. А это делается с помощью обычных труб, которые мы с вами крафтили уже и которые использовали для того, чтобы выкачивать смолу из дерева. И даже мы где-то с вами крафтили. Так, я ее, скажем, вот так вот напрямую подключу. Теперь я должен здесь вот, получается, немножечко вытянуть шланг. Вот вытянулся. Теперь он находится на воде. Теперь я должен подключить это вот таким вот образом. Все. В жидкостный бак это все поступает. И осталось мне только сюда передать крутящийся момент. Но я думаю, труда это нам не составит. Даже получилось немножечко увеличить здесь скорость. Хорошо. По идее, шестеренка крутится, но водичка не поступает. Почему? Пошло, смотрите. Вода отсюда забралась. И сюда поместилась. И очень это медленно происходит. Очень медленно. И вода почему-то здесь не восполняется тоже. Да, вода, к сожалению, берется и не восполняется. Единственное, что мне приходит сейчас в голову, сделать гораздо больше по масштабам источник, для того, чтобы это все более-менее работало в однокватном для нас формате. То есть сделать гораздо больше источник водоема, чем здесь у нас есть он сейчас. Я думаю, что да, примерно место, в котором мы будем здесь это все делать, меня в принципе устраивает. Так что можно просто его здесь расширить. У меня все же есть малюсенькие такие подозрения, что я что-то делаю явно неправильно. Но особо как бы ладно. Будем отталкиваться от того, что мы имеем. Воду я сделал. Так, сейчас мы с помощью рукояточки это все опустим. Теперь нам нужно здесь сделать привод для нашей помпы, которая будет заниматься выкачиванием всего этого безобразия. Моя цель отсюда выкачивать жидкость, но таким образом, чтобы она успевала здесь восполняться. Будем надеяться, что у меня это выйдет. Крайне мере, я хочу на это надеяться. Так, жидкость должна выкачиваться. Я, конечно, тут намудрился шестеренками, но да ладно. Так, теперь мне нужно сделать так, чтобы это крутилось в нужную сторону. И, по идее, должна начаться откачка жидкости. А, во, 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 смотрите. Можно сделать вот здесь вот с трубами такую штуку, что видно, что из них течет. Стоп, что? Ты отсюда выкачиваешь жидкость, офигеть. Этого я не ожидал. То есть, рано или поздно он даже из такого резервуара способен выкачать всю жидкость, офигеть. И что нам делать, собственно, с этим? У меня тогда вообще кончаются идеи, как это все реализовывать. Знаете что, мои дорогие друзья? Я выражаю крайнюю обеспокоенность всем этим безобразием, с которым я сейчас столкнулся. А именно то, что мне нигде не написано, ни в квестах, нигде вообще, о том, что есть такой блок, как водный накопитель, который крафтится до безумия просто, с помощью той самой медной машины, которую мы крафтили. И этот водяной накопитель просто с помощью такой маленькой системы способен накапливать здесь воду. Почему об этом вообще нигде не написано? Возможно, дело в кривом переводе. В этом тоже может быть. Не сам перевод кривой, а просто те, кто сталкивались с переводом, не знают тонкости этой сборочки. И, возможно, тут была отпечатка, где было написано именно о водяном накопителе. Но, итог такой, то что я потратил еще ойму времени для того, чтобы полазить и узнать, что именно он здесь есть. И то, что он так способен легко и просто выкачивать воду и попадать ее в жидкостный бак. Почему об этом нельзя было сразу написать, я не знаю. Ну, допустим, я побомбил, я вроде как более-менее успокоился и хорошо. Я здесь поставил себе ветряную мельницу, которую планирую использовать в качестве подпора. Планирую ее здесь расширять и сделать гигантской. Только для того, чтобы питать здесь все механизмы, которые будут размещаться. Теперь я буду считать то, что это у нас задание выполнено. Дальше нам нужно сделать смеситель небесного камня. В принципе, я думаю, это у нас будет легко, но я бы хотел, дорогие друзья, попробовать автоматизировать этот момент. То есть, у нас здесь есть жернов и жернов мы можем скрафтить. И для того, чтобы, допустим, не постоянно вручную это все кидать туда-сюда обратно, я попробую это все автоматизировать таким образом, что просто буду в итоге получать небесный камень. Для этого мне, как ни странно, понадобится жернов и парочка еще конвейеров. Пока о его размещении я не думал, где именно его размещать, но, допустим, вот здесь вот. Так, получается, у нас все то, что идет в жернов, выплескивается на конвейер, конвейер вращается. У нас здесь есть два выходных элемента, это пыль и сам небесный камень. Пыль попадает в драйвер, так это надо закрепить с помощью ключа. А дальше по конвейеру у нас идет небесный камень, и он должен каким-то чудным образом попадать обратно сюда вот наверх. Я думаю, использовать такую же систему, которую я уже когда-то использовал, именно вот здесь вот. То есть, вот такие вот конвейеры очень странным образом идут и попадают туда наверх. По идее, теперь все это готово. Осталось лишь только запитать всю эту систему, но я думаю, с этим проблем не будет теперь у нас, благодаря вот этой вот системе по выработке крутящегося момента. И последний элемент. Следующий. Все это запитано. Теперь осталось лишь мне вот сюда вот подвести крутящийся момент, который, я думаю, будет несложно сделать. Вот так вот получилось соединить. Жернов пошел дробить, хотя я бы тут на самом деле еще скорости добавил, но я пока не вижу в этом необходимости. Сейчас посмотрим, он у нас что-то выдаст, не выдаст. По идее, должен выдать. И вот сюда вот, по идее, у нас должна будет прийти пыль, которую мы дальше где-нибудь можем использовать вообще без проблем. Благодаря чему она у нас есть практически в неограниченном масштабе. Скорость меня, пожалуй, не устраивает, поэтому давайте сразу я все это буду дело увеличивать. Вот, вот она теперь работает система. Все это дробится. Все то, что надо, попадает в драйвер. А все то, что не надо, идет дальше. Хорошо. По квестам у нас получается вот это точно завершено и вот это точно завершено. При растворении порошка в воде получается жидкость какая-то. Хорошо. А дальше что мы с ней делать будем? Дальше мы будем ее заряжать, по идее, да? Я думаю, то, что требуется именно вот этот вот рецепт, где нам нужен смешиватель, чаша, попадание сюда пыли небесного камня плюс воды. Получается где-нибудь вот здесь вот я это все безобразие размещаю с венчиком вместе. То есть гораздо разумнее это все безобразие будет разместить вот здесь вот. С учетом того, что чаша будет принимать, я надеюсь, все правильно. Так, давайте разместим здесь коробку передать, чтобы все это безобразие запитать. И все замечательно попадает в чашу, я надеюсь, без особых проблем она не сможет переполниться. Хотя, зная эту чашу, она может легко переполниться. Так что давайте еще немножечко видоизменим всю эту систему. Все, вот так вот она точно не переполнится. И в нее точно будет попадать вот этот вот небесный камень. Теперь мне нужно разместить все это безобразие таким образом, чтобы отсюда выкачивалась жидкость и попадала тоже вот в этот наш резервуар. Но это не сложно на самом деле, даже вот так вот немножко в декоративных целях я сделаю с водичкой. И все это должно смешиваться, как только мы подадим сюда крутящийся момент. Но я думаю, что скорости, которые здесь у нас есть, достаточно для того, чтобы... Да, вполне достаточно для того, чтобы все это безобразие смешивалось и у нас появлялась здесь какая-то чудная жидкость. Но чтобы доставать мне ее отсюда, мне нужна умная жидкостная труба. Потому что по-другому беспокоюсь, у нас получится доставать оттуда в том числе и воду, чего и мне очень бы не хотелось. Умную трубу я здесь создаю, даже две. У меня сейчас понадобится ведро любое. И хранилище жидкости тоже у меня здесь имеется. Буферизация я не думаю, что когда-либо вообще будет лишней, так что пускай будет. Так получится у меня здесь забрать жидкость? Нет, к сожалению, забралась вода. Так, а кроме воды можно что-нибудь забрать здесь интересное себе? Пожалуйста. Вот. Sky Solution Bucket. То есть ведро с воздушной водой, я так понимаю, да? Которую я смогу запихнуть вот, скажем, вот таким вот образом сейчас себе в трубу. Вот так вот, скажем, в качестве фильтра. Потом обратно сюда воду эту заливаю. Мне нужны обычные также трубы, которые я сюда вот размещаю. И, допустим, вот этот обычный жидкостный бак будет заполняться теперь ведром с водой. Если я все правильно понимаю. Да, я, конечно, все правильно понимаю, но, блин, забыл я о маленьком нюансе. То, что просто так это все отсюда выкачиваться не будет. Мне также понадобится здесь вот такую вот помпическую трубу ставить. То есть я делаю раз. Потом я делаю два. Снова фильтр сюда три. И жидкостный бак. Сюда мне нужно подать крутящийся момент. Но я думаю, то, что он у нас вот здесь вот, в принципе, есть. Я вот отсюда подам его. А, нет, смотрите. Вот в чем проблема, я обнаружил. Все, понял, как это должно работать. Сейчас отсюда забирается любая жидкость, а проходит дальше только та. Если, допустим, здесь вот будет вода, она просто будет забиваться здесь. И ничего работы не будет. То есть это все должно располагаться не таким образом. Первой отсюда должна, получается, быть умная труба. Потом уже идти вот эта вот труба, которая будет выкачивать отсюда жидкость, какая бы она здесь ни была. Только потом уже куда-куда это все будет системой идти. Я надеюсь, что все правильно. Теперь оно размещено. Сюда я убираю вот этот вот блок. Пускаю дальше сюда жидкость. Пусть вода течет. И сюда я запихаю также вот это вот ведро с жидкостью. Смешивание, по идее, пошло. Но почему-то не пошла выкачка. Хотя она должна была пойти. А, нет, все правильно. Все, 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 все. Беру свои слова назад. Ведро у нас здесь появилось. И вот эта вот жидкость, которая необходима, смешивание небесного камня, пошло именно по плану. Оно у нас здесь успешно есть. Сложная была система. Учитывая тот факт, что вот если бы я сделал нормальную систему с водой, то это вот все было бы гораздо легче. И заняло гораздо меньше времени. Просто нужно знать вот этот нюанс. То, что здесь есть такой мод. Но я этого, к сожалению, не знал. Зато теперь знаю. И вы знаете вместе со мной. Я думаю, пока на этом все. У нас здесь есть странная жидкость. Ну а по квестам дальше нас ждет что-то такое вот очень мозговыносящее. В том плане то, что здесь временный песок нам нужен. Сделать выращивание кристаллов, на что потребуется большое количество времени. С этим я не разбирался. И тратить большое количество времени на то, что я не разбирался, тоже, я думаю, было бы очень бесполезным занятием. Как только этим я изучу, я уже сразу буду начинать записывать следующую серию. Ну и дальше все упирается буквально в это. Возможно, мы начнем в следующей серии выращивать кристаллы. И также займемся обязательно фермой по автоматической добыче железа. Ну а пока у меня на это все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было как всегда. Ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok